28 сентября в лекционном зале городского дома культуры прошла встреча членов первичной общественной организации инвалидов «Сестрой» с главным врачом местной больницы Тамарой Яковлевой. Перед началом форума всем желающим предлагалось сделать прививку от гриппа. По мнению Тамары Викторовны, это пока самый эффективный способ защиты населения от сезонного заболевания и его осложнений. Об этом главный врач «Сестройской больницы» не единожды говорила и во время беседы с собравшимися. Она в корне отличается от предыдущих вакцин. Единственным противопоказанием для этой вакцины является непереносимость куриного белка и лихорадочное состояние, повышение температуры в день проведения прививки. Больше никаких противопоказаний нет. Укол абсолютно безболезненный, не вызывает болезненности в месте инъекций. И никаких побочных эффектов не было. Основной же темой прошедшего собрания был разговор о росте выявленных случаев заражения ковида. Тамара Яковлева рассказала, что такое коронавирус, как происходит заражение и в течение какого времени могут проявляться симптомы. А также напомнила, какие меры профилактики заболевания существуют. Основная профилактика – это прививки против гриппа. Обязательно, если человек делает ежегодно прививки против гриппа, у него развивается свой уровень иммунитета. Прививки позволяют снизить смертность населения от коронавирусной инфекции и снизить количество осложнений. Самое страшное осложнение – это развитие пневмонии. Причем пневмонии с выраженной дыхательной недостаточностью. Это опять мы возвращаемся к ношению масок, к ношению перчаток. Поскольку инфекция передается от больного человека к здоровому при близких контактах, поэтому здороваться, обниматься, целоваться не надо. Это потом вы, как говорится, на верстайте упущенное. Когда больной человек чихает или кашляет рядом с вами, капельки слизи и изо рта и носа больного попадают в воздух, в который вы дышите. И на предметы, на поверхности, к которым вы прикасаетесь. Люди старше 60 лет находятся в группе высокого риска. И у них, я вам уже говорила, возможно опасное осложнение коронавирусной инфекции в виде вирусной пневмонии. Поэтому необходимо реже посещать общественные места, устраивать какие-то совместные посиделки, избегать необязательных поездок на общественном транспорте, особенно в часы пик. Как можно чаще мыть руки с мылом. Это после кашля, чихания, возвращения с улицы, после контактов с упаковками из магазинов, перед приготовлением пищи. Не надо трогать немытыми руками лицо, глаза, нос, рот, так как вирус может очень быстро попасть в организм. При кашле и чихании необходимо прикрывать рот или нос одноразовой бумажной салфеткой и выбрасывать ее сразу после использования. Протирать влажными антисептическими салфетками предметы, которые были с вами в общественном транспорте, в общественных местах. Это сумки, портфели, книги, ну и другое. Если у вас нет возможности, то попросить работников социальной службы, у соседей, сходить в магазин, приобрести какие-то товары дистанционно. В случае недомогания, повышения температуры, кашля, в поликлинику ходить не надо. Вызывайте врача на дом. Ну и то, что касается выездов за границу, надо воздержаться. Воздержаться вообще от всяких поездок, посещения театров, выставок, каких-то совместных собраний, будем так говорить, да, вечеров. Ситуация сейчас с ковидом у нас опять обострилась. И все зависит от того, как человек будет соблюдать сам гигиену. Масочный режим, мытье рук, дезинфекция, не посещение общественных, не надо посещать общественные места и ограничить, конечно, прогулки. Дома стараться как можно чаще проверивать. У кого-то, может быть, есть такие портативные дезары, у кого-то есть, может быть, портативный кварц. Пожалуйста, это можно делать. Постепенно разговор перешел в форму диалога. И первый вопрос, который был задан доктору, когда в сестрое можно будет сделать прививку от коронавируса. Вакцина поступает. Прививка идет в два этапа. Сначала один угольчик делается, через 21 день второй. Когда она будет поступать, вот конкретное число я вам сказать не могу. Но в Ленинградскую вакцина уже стала поступать. Распределением вакцины занимается Комитет по здравоохранению. Самая первая вакцина, которая вот только пробные пошли вакцины, поступила, но в очень маленькой дозе, там всего 42 дозы поступила. Она будет платная или бесплатная? Бесплатная. Следующие несколько вопросов касались работы Сестройской районной больницы. Наше отделение работает как инфекционное отделение. Красная зона. Создано две бригады в больнице. В бригадах работают по два врача, шесть медсестер, четыре в одной бригаде, четыре в другой, пять санитар, рентген-лаборант и две буфетчицы. Тут, конечно, тяжелые, особенно когда было по 100 с лишним человек. Нагрузка на весь персонал, конечно, огромная. Работают они по 14 дней, не покидая здание стационара. Раз в семь дней все обязательно сдают мазок. В случаях заболевания среди медицинских работников ковидом у нас не было. Хочу вас заверить, что никакой опасности для населения сеструя медицинские отходы, которые идут в результате деятельности нашего отделения, угрозы не представляют. Потому что все утилизируется сразу, чтобы не было распространения никакой инфекции. Сколько еще членов у нас населения? Вот вы его выписали, он уже не заразит никого? Во-первых, мы выписываем больных после двух отрицательных мазоков. Получили мы первый отрицательный мазок, значит, на следующие сутки мы берем второй. При двух отрицательных мазках мы выписываем больных. В зависимости от тяжести состояния больного, как протекала у него пневмония, иногда больные, я сегодня истории больных не брала, мазки отрицательные от 18-19 мы выписываем 27-го, 28-го. Все зависит строго индивидуально от каждого, от индивидуального человека, как протекало у него заболевание. Вот я надела рукавицки, надела маску, пришла в магазин, там товарилась, пришла домой, сделала эту маску, положила, в карманчик, положила перчатки, пошла на улицу, опять сделала эти же самые. Нет. А за ногом все выбрасывали. Либо перчатки эти обрабатывают, антисептиками обрабатывают, поэтому толку от ваших перчаток никаких не будет. Вот эта маска, вот эта, в ней вы можете находиться два часа. Все, дальше она не приспособлена. За час общения главе Сестройской районной больницы было задано примерно полтора десятка вопросов на разные волнующие жители города темы. В завершение встречи Тамара Викторовна пожелала всем присутствующим в зале крепкого здоровья и в очередной раз порекомендовала лицам любого возраста принимать меры по защите от заражения посредством правил гигиены и рекомендуемых Роспотребнадзором санитарных мер. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова